В Ядринском районе установили бюст почетному гражданину Чуваши, бывшему председателю колхоза Ленинская искра Аркадию Айдаку. На торжественном открытии памятника собрались односельчане и родственники талантливого аргрея, которым удалось прославить свое хозяйство на всю страну. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Он всегда стремился превратить свою малую родину в цветущий рай и всегда был предан своему делу. Встав у руля колхоза Ленинская искра, именно Айдак вывел отстающее хозяйство на новые высоты. Даже в эпоху перестройки Айдак двигался только вперед, демонстрируя на весь союз высокие показатели в производстве. Живописные места, которыми сейчас славится деревня Верхние Очаки, тоже его заслуга. Опыт Аркадия Айдака уникален и до сих пор не повторен, хотя за многие годы он воспитал целую плеяду достойных учеников. Он был моим учителем. Когда молодые годы избрали меня руководителем, я приезжал учиться к нему. Кроме выполнения своих прямых функциональных обязанностей, работая председателем колхоза, он мечтал, желал, стремился воспитать всегда настоящего гражданина по тем временам еще Советского Союза. Был замечательным государственным деятелем. По тем временам хозяйство Ленинской Искры и Чувашкия республика была известна на уровне Советского Союза. Бронзовый бюст Аркадия Айдака установили в самом центре деревни. Средства на его создание собирали односельчане и спонсоры. Для супруги почетного гражданина Чувашии это особенный день. Людмила Андреевна признается, что ее переполняет чувство гордости. Аркадий Айдак старался сделать все, чтобы возродить традиционные чувашские обряды. Этот музей натурального хозяйства был создан по его инициативе. Крестьянская изба, черная баня, ткацкий станок. В этом подворье словно попадаешь в старину. Любого гостя здесь готовы обучить варить домашнее пиво и даже выращивать лен. Уникальность этого объекта это на самом деле, наверное, в том, что вот здесь в концентрированном виде сосредоточена вот культура верхних чувашей. У нас вот низовые есть, верховые чуваши. Какова же она была в этой истории, когда в концентрированном виде можно здесь увидеть. Дело Айдака продолжают современники. Недавно территорию музея благоустроили. Воссоздали модель старинного колодца и домашней мельницы, установили площадки для отдыха. В этом году работа продолжится. Музей получит из бюджета более 700 тысяч рублей. Экспозиции планируют украсить и национальными костюмами. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика.